Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Поблагодарили за новые фонари и попросили обновить тротуары. Глава города Елена Лапушкина обсудила с жителями Красноглинского района Самары обновленную стратегию развития города до 2025 года. Время новогодних подарков. В столице региона прибыло пять капитально отремонтированных вагонов метро. Состав уже вышел в свой первый рейс. Движение по улице Полевой в районе строительства станции метро Театральный откроют 20 декабря. Организацию работы, схемы для автомобилистов обсудили в администрации города. Город разноцветных огней Самару продолжают украшать к Новому году. Праздничные иллюминации появились в обновленном сквере у ЗАГСа в Красноглинском районе. В памяти заслуженного художника России, скульптора и графика. В Самаре на фасаде дома по Молодогвардейской 211 открыли мемориальную доску в честь Вячеслава Герасимова. Глава Самары Елена Лапушкина продолжает серию встреч с жителями разных районов города, на которых представляет обновленную стратегию социально-экономического развития Самары. И сегодня выслушала предложение по реализации стратегии в Красноглинском районе. Подробности в нашем сюжете. Глава Самары Елена Лапушкина продолжает представлять обновленную стратегию социально-экономического развития Самары жителям города. И сегодня вместе с жителями Красноглинского района обсуждала предложение и инициатива по реализации стратегии на их территории. В 2013 году Самара стала одним из первых городов России, внедривших принципы стратегического планирования. Тогда была принята стратегия комплексного развития города до 2025 года. Разработка велась по инициативе городских властей. К ней привлекались представители профессионального сообщества и жители областного центра. Все пожелания и мнения были учтены. Стратегия оказалась успешной. Но новые времена диктуют новые требования. За прошедшие годы на федеральном и региональном уровнях приняли целый ряд важнейших решений. В первую очередь они коснулись реализации национальных проектов и достижения национальных целей. Все это должно было найти свое отражение в обновленной стратегии развития города. Действительно, стратегия была очень успешной. И на уровне ЮНЕСКО была признана одной из лучших. Но тем не менее, с тех пор, как вы понимаете, прошло очень много времени, много воды утекло, изменилось законодательство, появились новые вызовы. С 2018 года Самара принимает участие в реализации 10 национальных проектов. И, конечно, все это требовало внести эти изменения в документ. Жители Красноглинского района рассказали, что одной из школы в Крутых Ключах недостаточно. И спросили, возможно ли построить еще одно учебное заведение. Глава города рассказала, что в ближайшие годы в Самаре будет строиться несколько школ в рамках государственно-частного партнерства. Одна из них в Крутых Ключах на улице Школьной. Мы земельный участок передали в правительство Самарской области. И правительство Самарской области, обладая этим земельным участком, заключило соглашение. В настоящий момент в рамках этого соглашения ведется проектирование и будет вестись строительство. На встрече прозвучал и вопрос о расселении домов, признанных аварийными. Второй вопрос в том, что аварийное жилье с 1991 года был износ жилья 71,7% считался аварийным. Не давали приватизировать. С 2009-2010 года он вдруг стал у нас ветхий. Глава города разъяснила сроки и механизмы работы программы расселения из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, она проинформировала жителей о ходе строительства нового водовода в рамках концессионного соглашения с ресурсоснабжающей организацией. Строительство идет в соответствии с графиком, и жители района получат качественную питьевую воду уже в 2023 году. Прозвучало на встрече и предложение о строительстве тротуаров. В этом году, в 22-м летом, сделано необычайно много, действительно много. Я даже не ожидал. То есть отремонтировали Сергей Лозо, полностью четную сторону, хорошо сделали. Отремонтировали много тротуаров на некоторых улицах управленческого. Школа 127. Я вот нашему мэру Елене Лакшиприной в июле задавал вопрос. Сделали изумительно. Но у нас осталось три улицы, основные, которые вот меня лично касаются, потому что живу рядом. Это треугольник улицы Кузнецова, улицы Крайняя и улицы Копчевская. Предложения взяли в работу. Елена Лапушкина рекомендовала жителям не бояться оформлять свои идеи в виде проектов и представлять их в районной администрации. Такие предложения имеют высокие шансы на поддержку и реализацию. В заключение встречи жители попросили главу города разбить сквер на территории Новой Самары. На сегодняшний момент есть гарантийное письмо от застройщика о территории Новой Самары, где застройщик подтверждает свое намерение благоустроить сквер в 2023 году. Прогулочная зона площадью 2 гектара появится до 1 сентября 2023 года. Все поднятые на встречу с жителями Красноглинского района темы соответствуют целям, заложенным в стратегии, и играют огромную роль в повышении качества жизни города. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Своевременно реагировать на обращения граждан, вовремя ликвидировать последствия коммунальных аварий и подключать к совместной работе общественников. Глава города Елена Лапушкина провела заседание общественного совета при Департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары. Какие вопросы обсудили и к каким решениям пришли, узнала Светлана Кудрявцева. 135 тысяч обращений жителей в соцсетях взяли в работу органы власти Самарской области с начала года. Это на 27% больше, чем в прошлом году. Каждая третья жалоба касалась состояния дорог, а каждая четвертая – темы ЖКХ и благоустройства. Обращения фиксируют сотрудники Центра управления регионом и Муниципального центра управления с помощью системы «Инцидент-менеджмент» и отдают их в работу. Такие данные озвучили на заседании общественного совета при Департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары, который провела глава города Елена Лапушкина. В топе проблем вопроса ЖКХ, а среди вопросов ЖКХ есть проблемы самые главные, самые болезненные, которые на виду у всех жителей, которые проходят достаточно болезненно – это, конечно, наши с вами утечки. Глава города отметила, что неоднократно выезжала в районы, встречалась с жителями и разделяет эмоции самарцев, которые негодуют и справедливо возмущаются. В числе самых актуальных проблем – устранение повреждений на сетях холодного водоснабжения и ликвидация образовавшейся наледи после утечек. По словам директора Самарских коммунальных систем Владимира Бирюкова, сложности образуются из-за изношенности коммунальных сетей, отсутствия снежного покрова, большого количества бесхозных сетей, которые были переданы СКС в прошлом году, и порывов, которые происходят в результате перепада температур. Там, где есть река и забор происходит из воды, там сети подвергаются именно этому – из-за перепадов воды температуры в реке и из-за перепадов температуры в трубе. Что касается внутриквартальных проездов, я это признаю, проблема была, но мы работаем с сетями, а все, что касается благоустройства, у нас распределено между подрядчиками и по внутриквартальным проездам, была проблема, и, надеемся, сейчас мы все вопросы закроем именно по внутрикварталкам. По проезжей части мы там стараемся, чтобы это быстрее все делалось. Глава Самары отметила, что реагировать на обращение жителей по утечкам и наледи нужно своевременно, а приоритеты в работе расставлять с акцентом на соцобъекты. Должен быть четкий, понятный план устранения инцидентов, который будет соблюдаться. Член общественного совета, главный редактор телеканала «Самары ГИС» Елена Орлова выступила с предложением от общественной палаты города усилить общественный контроль за соблюдением графиков заявленных ресурсоснабжающей организации и обеспечить максимальную открытость проводимых работ для СМИ и жителей. А руководитель областного отделения Всероссийского общества охраны природы Василий Павловский предложил помощь экоактивистов. Спасибо за этот разговор. Я доведу до сведений всех общественников, специально перед Новым годом соберу людей. У нас мощные в Тольятти есть, и в Отрадном есть, и в Чапаевске, и в Новокурске, ребята. И здесь объективные и порядочные люди. Люди должны знать, что эта проблема на поверхности, мэр ее видит, вся команда мэра это тоже видит, и мы дорогу осилить идущим. Глава Самары Елена Лапушкина предложение общественников поддержала и в очередной раз напомнила, что работа по устранению утечек и их последствий должна быть организована прозрачно и понятна для людей. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Глава Самары Елена Лапушкина провела в администрации Самарского района встречу с членами семей кадровых военнослужащих, контрактников и мобилизованных, которые выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Родственники военнослужащих задавали вопросы о выплатах материальных пособий и денежных довольствий, решении бытовых вопросов и помощи в ремонте дворов и жилых помещений. Семье погибшего рядового Рагима Гаджиева передали государственную награду. Указом президента России бойца посмертно наградили Орденом Мужества. На встрече традиционно присутствовали главы профильных департаментов и представители районной администрации. Семьи мобилизованных могут узнать, как оформить кредитные каникулы, определить ребенка в сад или школу, закрыть статус индивидуального предпринимателя, получить медицинскую помощь. Эти и другие вопросы в городе решаются адресно при участии администрации Самары. Глава города продолжит такие встречи на очереди другие районы города, в каждом из которых будут готовы выслушать, поддержать и помочь в решении самых сложных вопросов. Стало известно, на каких полосах уже через пару дней откроется движение на перекрестке Новосадовой, Полевой и Самарской. Напомню, ранее на участке ограничили движение из-за строительства станции метро «Театральная». Этот и другие вопросы разбирали на еженедельном совещании в администрации города. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. По каким направлениям можно будет проехать, узнал Михаил Ермоленко. С самого утра специалисты готовят к укладке литую асфальтобетонную смесь. Этому материалу не страшен ни холод, ни снег. Его уложат на проезжей части улиц Полевой и Самарской, в районе перекрестка, где располагается зона метростроя, на тех полосах, которые планируют открыть для движения транспорта уже 20 декабря. Эту дату согласовали во время еженедельного совещания в мэрии. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Две полосы пойдут вверх от Галактионовской в сторону Ленина, или Самарской будем говорить, две полосы пойдут вверх и работать правым поворотом на Самарскую. Теперь со стороны Самарской в сторону Полевой опять тоже правый поворот в сторону Ленина будет работать две полосы. Все так, как мы говорили, сроки выдержаны. Минувшей осенью ограничения движения здесь ввели из-за строительства новой станции метро «Театральная». Специалисты занимаются переустройством инженерных коммуникаций. Сейчас этот процесс практически завершен. Ранее, 5 декабря, на перекрестке открыли одну из полос по Новосадовой в направлении в город, что позволило автомобилистам поворачивать направо на улицу Полевую. Чуть позже на маршрут вернулся и общественный транспорт. Людмила Мигунова работает в этом районе. Отмечает, что после возобновления движения стало удобнее. Временные трудности Самарчанку не пугают. Главное, чтобы строительство метро активно продолжалось. Вот эту дорогу сейчас сделали, и мне кажется, гораздо лучше стал автомобилист. Автобусы же ходят, очень не во что угодно стало. Метро я регулярно пользуюсь, той часть, которая построена. Ну, думаю, и этой тоже. А людям в Беземянке как добираться до театра, до того же оперного, до травматического. Мне кажется, это очень нужное дело. После открытия полос специалисты департамента транспорта организуют мониторинг пропускной способности маршрута. По результатам, на эту линию выпустят общественный транспорт. Перекресток здесь оснастят необходимыми временными дорожными знаками, отрегулируют светофорные фазы, а также уделят внимание пересечению автомобильных и пешеходных потоков. Возведение новой станции метро находится на непрерывном контроле со стороны регионального заказчика, подрядчика и мэрии Самары. После окончания строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию театральной, подземка свяжет удаленные районы Самары с исторической частью города. Весь путь будет занимать 20-25 минут. Муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» сможет обеспечить интервал движения поездов в пределах 7 минут. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Время новогодних подарков. Жители и гости города, которые пользуются подземкой, уже сегодня смогут оценить пять обновленных капитально отремонтированных вагонов. Подробности в сюжете Александры Гусевой. Обновленные вагоны с удобными сидениями, с местами для людей с ограниченными возможностями здоровья и всевозможными приспособлениями, обеспечивающими безопасность пассажиров. Именно так выглядит очередной капитально отремонтированный состав, который сегодня вышел в свой первый рейс. Благодаря совместной работе с Министерством транспорта проводим капитальный ремонт продвижного состава. Вот очередной новый капитально отремонтированный четырехвагонный поезд. Вы можете прекрасно посмотреть и видеть, что он уже оборудован всеми необходимыми современными системами безопасности. При ремонте особое внимание уделялось обеспечению безопасности пассажиров. Обновленные вагоны оборудованы межвагонными предохранительными устройствами, которые препятствуют попаданию людей в межвагонное пространство, автоматической системой пожаротушения, кнопками связи с машинистом, камерами видеонаблюдения и защитой от так называемых зацеперов. Напомним, минувшим летом для производства капитального ремонта подвижной состав был направлен в Санкт-Петербург, где специалистами завода метро «Вагон МАШ» выполнены все необходимые работы. В октябре после полного обновления пять вагонов были доставлены в региональную столицу. Если в целом говорить с начала реализации государственной программы, развития транспортного комплекса в Самарской области, то в рамках этой программы на данном промежутке времени отремонтировали 22 вагона. Четыре вагона было приобретено нового электроподвижного состава. Но капитально отремонтированные вагоны после капитального ремонта, они существенно отличаются от тех вагонов до капитального ремонта. Не забыли об установке новых металлодетекторов и эндроскопов на станциях. При поддержке регионального министерства транспорта было закуплено в том числе восемь рентгенно-телевизионных установок, позволяющих осматривать ручную кладь и багаж. Сегодня первый вице-мэр смог лично отправить обновленный состав в его первый рейс. Всегда перед Новым годом люди ждут каких-то подарков. Но это один из подарков – это капитально отремонтированные вагоны метро. Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что из 11 поездов у нас пять капитально отремонтированных и один новый. То есть 60 процентов. Работы по обновлению подвижного состава Самарского метрополитена будут продолжены. В 2023 году планируется капитально отремонтировать еще 10 вагонов, войдя таким образом в межремонтный цикл. Александр Гусева, Сергей Баскин. События. В Самаре завершается работа по монтажу новогодней иллюминации. Световые фигуры, фонарик и шишки установили в обновленном сквере у ЗАГСа в Красноглинском районе. Подробности в следующем сюжете. Сквер у ЗАГСа в Красноглинском районе этим летом был благоустроен по федеральной программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Теперь обновленное пространство украшают к предстоящим праздникам. Здесь появится несколько светящихся фигур, две шишки и фонарик. Местные жители с нетерпением ждут, когда сквер заиграет новыми красками. Очень довольны. Мы часто здесь с детьми гуляем. Это прекрасное место. Мы и вечером так же ходим гулять, поэтому иллюминация лишней не будет. Мы будем очень рады. Последние работы по подключению выполняют во всех районах города. Иллюминацию проверяют, настраивают, а затем устанавливают в парках, скверах и вдоль дорог. На данный момент уже, в принципе, большая часть иллюминации уже выставлена. И бригадами «Горсвета» продолжает устанавливаться светодиодные композиции. Также проводится профилактика консолей, включение, ремонт и остальные текущие вопросы. В этом году новые объекты не покупали, использовали уже имеющиеся композиции. Изменилось лишь их расположение в городе. Все объекты работают параллельно с основным освещением улиц. Отлаженные гирлянды и цветовые фигуры уже создают новогоднее настроение у горожан. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. В памяти заслуженного художника России, скульптора и графика. В Самаре на фасаде дома по Молодогвардейской 211 открыли мемориальную доску в честь Вячеслава Герасимова. Именно в этом доме располагалась творческая мастерская художника. На торжественной церемонии открытия побывал наш корреспондент Сергей Кизоркин. Со слезами на глазах о своем муже заслуженном художнике России Вячеславе Герасимове вспоминает вдова Ирина Карпова на открытии мемориальной доски, посвященной ее супругу. Герасимов Карпову рисовал несколько раз. Все потому, что любимая женщина была главным цензором его работ. Иногда мастер прислушивался к мнению супруги. Он считал, что профессия художника важнее, чем профессия врача. Я с этим не была согласна. На этой почве у нас, так сказать, бывали разговоры суровые. Вообще он был суровый, но с виду, а вообще-то в душе ранимый очень. Штуки пять ты написал? Я не все принимала. Например, один он портрет изорвал, он еще только рисунок сделал. Я говорю, нет, мне не нравится. Ну это на заре наших отношений было. Как это так, я не принимаю, понимаете? Ну как это так, великого такого художника, а я вдруг вот не принимаю. Мемориальную доску художнику Герасимову открыли на фасаде дома по улице Молодогвардейской 211. На последнем этаже была его творческая мастерская. Здесь он работал и встречался с друзьями. Это и научные работники, и работники культуры, искусства. Просто люди, к примеру, там автогонщики знаменитые. В общем, всегда и каждый светился огонь допоздна в этом доме. И Герасимов Вячеслав Дмитриевич, он умел объединять людей. Потому что мы все понимали, что когда он общается, у него в голове какие-то образы все время такие новые. Было еще лириком. Он очень хорошо писал портреты любимых женщин, любимых людей. И он улавливал нерв человека и выражал его на холсте. Вячеслав Герасимов создавал облик Самары. Коллеги и друзья называют его не иначе, как самарский Леонардо да Винчи. Его монументальные работы можно увидеть в метро, в ЗАГСе и в других знаковых местах города. Это художник раздоросторонний, настолько, что трудно описать все его проявления как художника в разных формах, в разных стилях, в материале. И это множество монументальных полотен художественных, это множество монументальных и мозаик, и витражей. И город в свое время преобразился благодаря этому человеку. Самару потеряла художника два года назад, но город помнит о выдающемся мастере. Благодаря общим усилиям Союза художников России, губернатора, депутатского корпуса, городской администрации, сегодня открыли мемориальную доску Вячеславу Герасимову. Память о нем живет. Я думаю, что мы сегодня открыли такую прекрасную работу, тоже художественную. Это говорит о том, что он в наших сердцах и горожане его будут всегда помнить. Мы все очень хорошо знали, уважали Вячеслава Дмитриевича, и светлая память о нем хранится в наших сердцах. Ну и, конечно, светлая память о великом мастере хранится и в сердцах всех самарцев, для которых работы мастера стали неотъемлемой частью нашего любимого города. Друзья и коллеги Герасимову признаются, жизнетворчеству для него были понятия неразделимые. Своё отношение к делу он передал своим молодым коллегам. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. В столице региона уже в пятый раз прошли родительские чтения «Мастерская современных отцов». Родители смогли пообщаться с психологами и педагогами, поделиться собственным опытом. Подробности у Светланы Тимофеевой. Константин Доладов – многодетный отец. Вместе с супругой они воспитывают пятерых сыновей. На родительские чтения «Мастерская современных отцов», которые прошли сегодня в Самаре, он пришел перенять опыт других родителей и поделиться своим. У нас жесткая дисциплина, четкое воспитание. Мы воспитываем однозначно мужчин, мужчин, защитников, мужчин-патриотов. В общем-то, это ключевые ценности – любовь к родине, любовь к семье, любовь к близким. Она передается от родителей. Родительские чтения проходят пятый раз. Их организует комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа. На них приглашают многодетные семьи, родителей приемных детей, а также тех, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями. В этом году на чтение пришли не только мамы, но и отцы. Роль отца настолько велика, что ни один человек не может дать подрастающему ребенку, будь то девочка, будь то мальчик, дать того, что не даст ни один человек. То есть ни одно воспитание не может строиться без отцовского влияния, без отцовского воспитания. На тематических площадках родители могут получить профессиональные советы педагогов, психологов, священнослужителей и задать вопросы о воспитании детей с учетом их индивидуальных особенностей. У нас есть замечательное слово, еще одно священное слово – это отечество. И отечество в любом случае от слова «отец». Если мы говорим про отца, то вообще, скажем, ребенок, он должен понимать вообще в полной мере ответственность в взаимоотношении с своим отцом. И если уже говорить про семью, я вообще обеими руками за то, чтобы семьи были полные. Чтобы повысить статус отцов в современных семьях, в прошлом году указом президента России Владимира Путина установлен День отца. Праздник отмечают каждое третье воскресенье октября. В Самарской области с 2007 года лучших пап награждают знаком общественного признания. Во славу отцовства. За 16 лет его вручили 524 отца. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Ленинском районе Самары Дед Мороз и Снегурочка торжественно открыли новую площадку на Вилоновской 90, сообщает телеграм-канале. Глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко поблагодарила активных жильцов дома за участие в реализации губернаторского проекта «Содействие» и отметила, что радость в глазах детей – лучшая награда за совместный труд. Столетний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Михаил Иосифович Русин. С днем рождения его поздравили в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. В ряды советской армии Михаил Русин был призван на седьмой день войны. Сначала охранял границу с Японией, а после военной подготовки в составе 309-й стрелковой дивизии был направлен на фронт в Воронежскую область и назначен командиром отделения во взводе. Принимал участие в Орловско-Курской битве, в тяжелых боях в освобождении Витебска, Минска, затем в боях за Восточную Пруссию и Литву, во время которых получил два осполочных ранения. После окончания войны Михаил Иосифович продолжил службу в вооруженных силах и уволился в 1968 году в звании подполковника. В Самаре продолжается продажа хвойных деревьев, напоминает телеграм-канале Куйбышевского района. Официальные торговые точки оформлены в одном стиле. Огорожены, над входом можно увидеть яркую вывеску. Наличие деревянного забора по периметру торговой точки – признак того, что это официальная елочная ярмарка. В этом году будут работать 152 точки продажи зеленых красавиц. С 16 по 31 декабря с 8 до 22 часов, а 31 декабря с 8 до 12. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова